Один из шкафов должен быть стоять вот здесь. Потолок, чтобы можно было в квартире жить. Светлана и ее семья переехали в новое жилье несколько месяцев назад. Однако большая часть вещей по-прежнему в коробках и мешках. Фирму по производству мебели они нашли в социальной сети по красивым фото. Да и отзывы были неплохие. Договор подписали, деньги проплатили сначала 40 тысяч, а за три дня до доставки, согласно договору, еще 20. И вот все сроки вышли, а заказ так и не пришел. Она потом отзванивалась, вот у нас с ней получилось, вот завтра. И завтра, послезавтра вам позвонят, тишина. Я потом дальше глубже стала рыться в интернете и нашла группу людей, которые писали, что уже вынесены были судебные решения, кто-то подал решение, кто-то уже даже не стал забирать исполнительные листы, поняли, что деньги никто не вернет. Судебное решение на руках уже у другой Светланы, тоже жительницы Барнаула. Спустя более чем полгода двери шкафа-купе в их семье заменяет штора. Часть мебели привезли, правда она не вся сразу подошла, да и сроки тоже постоянно затягивались. На первое, впрочем, как и на второе судебное заседание ответчики-мебельщики не явились. Но на моральные ущербы, штрафные от фирмы, семья рассчитывает, теперь дело за приставами. А в полицию вы никуда не обращались? Мы обращались в полицию в декабре месяце, когда это все только началось. Мы нашли наших друзей, как можно сказать, по несчастью, в WhatsApp-е списались и поехали, в общем, всей дружной компанией в отдел полиции. Написали заявление, на что, к сожалению, ничего нам не последовало, то есть нам сказали, что они добросовестные люди, работают по договору, то есть претензий у полицейских к ним нет. Мы решили лично пообщаться с добросовестными людьми и заехать в тот самый цех по производству мебели. С первого взгляда он оказался мало похож на производственное помещение. Единственный сотрудник встретил нас, мягко сказать, недоброжелательно. Дальше звук мы не записывали, но диалога не получилось. Впрочем, на не самое доброжелательное общение сетовали и люди, которые сотрудничали с фирмой. Потом уже это все перешло на нецензурные выражения. Ну, тем самым, конечно, вот эти все моральные страдания. Я побаиваюсь реального. Скажу. Что это могут быть какие-то... Да, это могут быть какие-то... Личные разговоры, цитировать, наверное, и комментировать, с моей стороны будет неправильно. А вот порядок действий правильный такой. Собраться, подать жалобу в прокуратуру, тем, у кого акты уже отказные. Вот, остальным собраться и подать коллективное заявление правоохранительные органы. Имеет смысл обратиться и в администрацию президента. Как минимум, они там ничем не помогут, они также спустят это на местные органы правоохранительные. Но на контроле будет. И такие поручения особенно тщательно исполняются. Это вот такой лайфхак, можно сказать, наш. В городском МВД нам по телефону пояснили, что к ним поступало три обращения с жалобой на этих производителей мебели. Всем отказали, пояснив. Состава уголовного преступления здесь нет. Кстати, каждый день группа пострадавших, созданная в интернете, становится все больше. Люди уже готовы к совместному походу в прокуратуру, но продолжают звонить в фирму, надеясь, что трубку на другом конце провода когда-нибудь все-таки снимут. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.